Спасти жизнь человеку не так сложно, как кажется. Для этого можно просто пожертвовать 450 миллилитров крови. Сегодня в национальный день донора работы у сотрудников пункта переливания крови хоть отбавляй. Длинная очередь в коридоре, нескончаемый поток тех, кто хочет сделать хорошее дело. Хочу сделать добро людям. Первый раз сдаете? Нет, не первый раз. Уже несколько раз сдавал. По-моему, четвертый или пятый даже сдает. Бывает такое, что звонят и говорят, что если есть возможность, вы могли бы приехать, потому что не хватает крови именно вашей. И я считаю, что это очень даже хорошо, когда сдаешь, и кому-то это помогает. Присоединилась к акции и исполняющая обязанности министра здравоохранения Олеся Колотик-Каменева. Пришла не одна, а со своими сотрудниками. Поучаствовать в сдаче крови в праздничный день согласились более 30 сотрудников профильного ведомства. А также представители региональной власти. В рамках данной акции мы решили проявить корпоративную культуру. И поэтому сегодня сотрудники Министерства здравоохранения также сдают кровь для того, чтобы вложить частичку себя в помощь нашим гражданам. Я думаю, что мы сделаем теперь это доброй традицией. И регулярно будем сдавать кровь. За последние пять лет тенденция делиться кровью в регионе стремительно движется вверх. В пункт переливания ежегодно приходит все больше молодежи. Дефицитов красной жидкости регион не испытывает. А если чего-то не хватает, на помощь приходят завсегдатые. Вы знаете, на сегодняшний день у нас более 7 тысяч доноров сдало кровь. Мы заготовили более 4 тысяч доз крови и плазмы, соответственно, вообще передали в лечебную сеть. И я хочу сказать, что волнительно, конечно, но почетные доноры и те доноры, которые сдают кровь, это люди, жертвующие собой в какой-то степени и спасающие жизнь другим людям. А за это им огромная благодарность и низкий поклон. Всех пришедших угостили чаем с тортом и позволили насладиться выступлением кавер-группы. В праздничный день не забыли и о тех, кто регулярно жертвует своей кровью. Памятными знаками наградили почетных доноров. Самое главное для донора быть здоровым, потому что мы же понимаем, что мы это делаем не для себя, а для другого человека. Делимся с ним своим здоровьем. То есть я должен быть здоровым вдвойне. Денег здесь не заработаешь, так что это только внутренне. Только помочь другому человеку. Надолго здесь не задерживаются другие. Стать донорами могут все желающие старше 18 лет. Среди требований к донорам вес более 50 килограмм и отсутствие противопоказаний к процедуре. Станция переливания работает по будням с 8 до 13.00.